Добрый вечер всем. Сегодня у нас 13 сентября. Надеюсь, где у нас нет суеверных слушателей. 6 часов 18.00 по Москве. И сегодня у нас эфир, как и обычно, посвященный фондовому рынку. Сегодня мы после некой, может быть, паузы вернемся непосредственно к российским компаниям. К эмитентам, которые торгуются на нашем рынке. Эмитентам, которые могут быть приобретены в нашей портфеле. И постараемся еще раз взглянуть на них. Попробуем немножко поговорить про итоги первого полугодия. Это тоже действительно важно. Ну и, собственно, сделать, как это обычно, инвестиционные выводы. И сделаем мы это сегодня с Сергеем Поповым, основателем НЗТ Русфонд, членом совета пользователей СПБ биржи и членом комитета Мосбиржи по первичным размещениям и по ценным бумагам с фиксированным доходом. Сергей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Привет. Да, Сергей, ну, я думаю, мы не будем, так сказать, хранить интригу. Скажем, что мы знакомы, поэтому можем перейти на «ты», если ты не против. Да, конечно, конечно. Да. И, Сергей, план у нас обычно в мероприятии следующий. Мы где-то минут 30-40 общаемся с тобой, я задаю вопросы. А дальше, слушатели, по мере возможности, я вас к этому призываю, пишите свои вопросы в комментариях под последним постом, и я с удовольствием их зачитаю. Обычно укладываемся час, но если не успеваем на вопросы ответить, то чуть-чуть задерживаемся там на 10, максимум 15 минут. Но постараемся, как сказать, быть емкими и информативными и уложиться в час. Сейчас, так сказать, в современном мире время очень ценно. Поэтому давай не будем затягивать и начнем. Предлагаю все-таки уже можно, так сказать, начинать, подводить итоги первого полугодия. Это не все компании отчитали за первое полугодие, но все-таки. Вот давай с этого начнем. Казалось в начале года, что эти полгода будут сложными. С моей точки зрения, не все так плохо. Как ты смотришь на первое полугодие на российском рынке? Ну, если брать первое полугодие, то мы видим как минимум и индекс ММВБ, и можем судить, наверное, по нему. В принципе, наверное, сейчас уже можно сказать, что по результатам первого полугодия не все так страшно, как казалось в районе конца первого квартала. Поэтому сложно назвать что-то оптимистичным окончание первого полугодия, но, наверное, и не таким катастрофичным, как оно казалось совсем недавно. То есть какие-то отчеты мы все равно начинаем видеть. Нам обещают, что и по банковскому сектору мы увидим какие-то отчеты. Результаты, в принципе, многих компаний, которые нам показали отчеты, достаточно неплохие. Поэтому здесь, наверное, не все так хорошо, как нам хотелось бы еще в начале года, но и не так плохо, как могло бы быть. Наверное, вот первое полугодие можно так охарактеризовать. Да, я просто добавлю от себя, что как раз если смотреть все-таки на график индекса МВУБ, то он действительно плохо. Потому что, знаешь, если бы человек был бы вне информационного поля эти полгода и открыл бы, например, торговый терминал или приложение, при условии, что до этого он открывал, допустим, в декабре, то ему показалось, что что-то прям очень страшное произошло. Но вот я на что акцент делал. А вот отчетности российских компаний, выходящие, говорят о том, что, по крайней мере, выручки, прибыли, ну, не у всех, но большинство компаний не сложились таким образом, как упали акции многих компаний. Хорошо, тогда предлагаю уже пойти по, давай, наверное, по отраслям вначале, может быть, кратенько, где-то все-таки поподробнее, если нужно. Как считаешь, какие отрасли лучше переносят текущие проблемы, ограничения, какие хуже, кто в этом свете более интересен сейчас, кто менее? Твое личное мнение. Ну, смотри, лучше переносить, конечно, те эмитенты, которые находятся в секторах, которые ориентированы на внутренний рынок, которым все равно, что происходит вовне нашей страны, да, это в основном энергетика. Мы видим, что очень неплохие отчеты и даже дивиденды, вот там ТГК-1, ОГК-2, новые гифполитики там опубликовали. Ленэнерго выдала хороший отчет и дивиденды выплатила не так давно. То есть этот сектор, который ориентирован исключительно на внутреннего потребителя, у которого хорошо идут дела, хорошие идут прибыли и дают хороший дивидендный поток. То есть, да, скорее всего, в этом секторе не найдет, то есть это не компания роста, да, здесь давай говорить, что это такие надежные, спокойные компании, которые обеспечат вас денежным потоком, который вам позволит там жить, перекладывать эти дивиденды в другие бумаги или в эти, то есть это спокойные, надежные истории. Наверное, сюда же попадет сектор ритейла, да, то есть и Магнит по отчету очень неплохо себя чувствует, и X5 неплохо показывает результаты, Озон вообще мне очень понравился. То есть была боязнь того, что какие-то ограничения по поводу ввоза новых продуктов, в том числе алкоголя, сигарет, каких-то элитных иностранных продуктов, как-то ударит по сектору и будут какие-то провалы. Но вот отчеты показали, что это все не так страшно, все достаточно неплохо, поэтому не стоит переживать, сказал менеджмент, и, наверное, это тоже сектор, который можно назвать таким консервативным. Здесь тоже, наверное, не будет такого огромного роста, как в каких-то более рискованных активах. Но это достаточно неплохие бумаги, которые могут показать на дистанции год-три, ну, такой очень неплохой, но самое главное для многих, возможно, это то, что менее рискованный рост относительно каких-то других активов. Наверное, вот выделил бы два этих сектора, потому что в других есть те или иные риски. Хуже всего, конечно, на данный момент это приходится металлургам, вот сектор, который, наверное, играть можно спекулятивно, там он ММК даже свой гэп закрыл санкционный, и, наверное, вот эти ограничения, которые были связаны с поставками в Европу, особенно пострадало в этом Северстале, несмотря на то, что нам говорят, что нашли пути, как это в Азию, все возить, но все равно ценовой дисконт, он будет присутствовать. И такое количество очень сложно провести ЖД путями, да. И это все, конечно, бьет по таким компаниям, плюс мы не забываем о том, насколько у нас крепче рубль, да. То есть сегодня там Bloomberg опубликовал нефтегазовый бюджет, у нас все падает, но рубль, рубль очень-очень крепок, что тоже не добавляет оптимизма в этих компаниях. Плюс потенциальная рецессия, которая может случиться, это тоже может накрыть азиатские рынки, куда сейчас экспортируются товары. И большой вопрос локальный рынок, где сейчас наблюдается некий избыток предложения, и мы не видим каких-то новых больших глобальных проектов, часть из них заморожены. Вот сегодня, да, я думаю, читали новость, что Санкт-Петербург закрыл программу реновации временно, и стройка одна из таких отраслей, которая могла помочь сектору металлургии, но стройки, я думаю, сейчас глобальных, масштабных не будет в ближайший год, наверное. И здесь вопрос с недвижимостью также. То есть хорошо, что у нас падает ставка, хорошо, что у нас возвращается выдача ипотек, что какое-то потребление на рынок пришло, но пока я бы сектор металлургии, наверное, не рассматривал надолго. Ну, не будем говорить про сектор авиации, потому что там присутствует одна компания, которую уже размыли настолько до нельзя, что если пересчитать в старых ценах, она, можно сказать, там на хаях 16-го года, что достаточно абсурдно. Из других секторов, ну, наверное, интересный, но достаточно рискованный, это сектор нефтегаза. С одной стороны, мы видим эффективный лукойл, который, правда, молчит по поводу дивидендов, отложенных, недорогая Роснефть, которая пока еще не показала отчет. В принципе, тоже очень недорогой ГПН. У нас есть, конечно же, политический Газпром, и все это кажется не таким дорогим и с неплохими апсайдами, но у нас есть, конечно, риск политический, риск новых ограничений. Вот этот вот потолок цен, если он будет введен, то компании, конечно, могут достаточно прилично просесть, как минимум спекулятивно. Здесь хочу сделать такую ремарку, что наш рынок немного видоизменился и, наверное, стал больше похож на американский рынок. То есть, если раньше на нашем рынке торговало очень большое количество нерезидентов, и в основном объем основной делали они, то есть по порядку двух третей, то есть сейчас порядка 75% это торгуют как раз наши физлицы. И наши физлицы – это отдельные, конкретные люди, да, все действуют по-разному, но чаще всего не все они профессионалы рынка. За счет этого очень сильно увеличилась волатильность на нашем рынке. Наверное, кто смотрит давно за рынком, видит, что сейчас, конечно, увеличились беты во многих компаниях. И это добавляет такой еще больше нервозности. Поэтому, если будут какие-то негативные новости в нефтегазовом секторе, он может тоже так неплохо сходить вниз. Ну и, наверное, сектор банковский, но здесь очень много вопросов. Тоже, наверное, потенциально он интересен, но то, что нам говорят последнее время, последний месяц, да, то есть убытки банковского сектора, полтора триллиона, из них 1,9 убытки и 400 миллиардов прибыли. Причем основные убытки, конечно же, легли на главные банки, где перекос, в отличие от маленьких, там 60 убыточных, 40 прибыльных. Здесь что можно сказать? Тот же самый Сбербанк и ВТБ будут делать огромные резервы, будут делать огромные списания в этом году. И непонятно, когда они разошьют эти резервы и что они будут делать со списаниями. То есть это вечные или все-таки будут возможности. То есть мы, например, знаем, что есть несколько очень крупных компаний, которые кредитовались в Сбербанке, ВТБ, которые находятся пусть и в дружественных юрисдикциях, но у них кредиты взяты в долларах. И они не могут осуществить свои выплаты и пока даже не могут реструктуризовать свои долги и не платят. Естественно, компания будет делать под это какие-то списания, резервы. И здесь вот как раз непонятно, что будет по прибыли в этом году. Хотя нас убеждают, что в второе полугодие банки, Игорев тоже говорил, что выходим на операционную прибыль, все неплохо. Но, скорее всего, год для банков будет достаточно плохой. Вопрос, что будет в следующем году. Если брать базовый вариант тот, что потихоньку ситуация в геополитике во всем мире будет успокаиваться, экономический рост, как нам обещают, какой-то в России пойдет, восстановится в каком-то виде экономика, люди начнут опять брать кредиты, опять покупать квартиры, предприятия, малые в том числе, начнут функционировать, продолжат функционировать с большим, наверное, усилиями за счет снижения ставки, то можно говорить о том, что в следующем году и резервы будут в каком-то формате распускаться, и прибыль уже будет, раз в второе полугодие ждут прибыльным, то и следующий год будет операционно прибыльным. И если добавить еще резервы, то, скорее всего, мы увидим какие-то, пусть маленькие, относительно расчетных за прошлый год дивидендов в банковской сфере, и люди начнут переоценивать такие банки, как Сбербанк и ВТБ. То есть, я думаю, на дистанции года три, и тот и тот банк – это такие кратные, наверное, истории. Так, если можно, про цветную металлогию. Нам тоже всегда интересно твой взгляд. Возможно, более точные истории, там, Алросы, например. Смотри, цвет мед. Если брать ГМК, то мне нравится компания, и, наверное, я бы ее считал тоже такой долгосрочной. Наверное, одна из немногих компаний, которую можно по типу, как вот американские есть, там, дивидендные аристократы, вот что-то наподобие и здесь. Забыть о ней лет на 10, если вам интересны такие крепкие бизнесы с потенциалом роста. Но в этом году есть определенные проблемы. Заканчивается див политика. Мы знаем, что там постоянно идет ругань за размеры дивидендов. Одна страна хочет платить побольше, вторая не хочет платить. Чем это закончится, мы узнаем как раз в конце года. Но это определенный риск. Те дивиденды, которые есть сейчас, они такие уж и большие. Если смотреть на тот состав металлов, который есть в ГМК, здесь можно сказать то, что достаточно спокойно с ними можно жить дальше, потому что даже в случае какой-то рецессии и каких-то проблем, это та корзина металлов, которая будет востребована, особенно в электромобилях. Поэтому здесь, наверное, можно быть спокойным за бизнес. Тем более там Палладий вообще очень большой вес в мировом масштабе. Поэтому если говорить про ГМК, наверное, сейчас чувствует себя не лучшим образом, но такая консервативная долгосрочная история, наверное. Если говорить про Русал, то здесь мы видим, наверное, надо смотреть через призму исключительно цены на алюминий, за который компания достаточно часто ходит. Большое количество заводов начинает металлургически закрываться в Европе. И вот два завода алюминиевых закрылась. Но цена на это сейчас особо не реагирует. То есть нету роста, ибо там барахтаемся, где 300, где 400. И если мы пойдем выше, то, наверное, Русал будет интересен. Я бы, наверное, на эти две компании из Цветмета смотрел бы через, вот то, что в самом начале говорил, через энергетическую компанию ЕН+. То есть вы, покупая ЕН+, покупаете, в принципе, энергетику, основную часть, и имеете какую-то прокси за счет доли владения в Русал, в Русале и в ГМК, какой-то прокси на Цветмет. Наверное, это будет наиболее консервативно и перспективно, как мне кажется, на дистанции год-два. Ну вот, тем более, там начали подвижки по дивидендам. Если говорить про Алросу, здесь сложный такой момент. С одной стороны, мы все переживали за рынки сбыта, но не так давно они сказали, что все, с этим проблем больше нету. Мы перенаправили свои потоки в Азию в полном масштабе, никаких переживаний, ничего по этому поводу у нас больше нету. То есть, это позитивная новость. Цена на сырье достаточно высока. Курс, конечно, и здесь подбивает, но если Алрос вернется к выплате дивидендов, то я считал, что за этот год в районе 8 рублей запросто могут дать. То есть, достаточно неплохая дивидендов доходность. Сказал бы я, наверное, полгода назад, чуть больше, чуть больше 10% в три ставки в 8, но это неплохо. Сейчас, наверное, я бы так не сказал, потому что есть внешние риски. И, конечно, мне нравятся такие спекулятивные разгоны, когда выходит наше правительство и говорит, что мы сделаем доступным для, ну, вот эти инвест-бриллианты доступны для населения. То есть, я не думаю, что эта история зайдет населению, да, это что-то вот сродни золотым инвест-монетам, которые, как мы знаем, что-то как-то не очень идут. И если ты хочешь продать обратно, ты получаешь такой огромный спред. Поэтому инвестиционный бриллиант со спредом там в 10-20%, не думаю, что наше население воспримет, если, конечно, не будет как-то там добровольно-принудительно или еще каким-то образом. Поэтому я бы этот драйвер убрал, хотя на этой новости там агросы выросли на 5 с лишним процентов. Но здесь стабильный, крепкий бизнес, там треть алмазов мира, которые, ну, имеют типа биткоина, да, конечное количество их в мире. Поэтому у компании все хорошо, в плохие времена она работает на склад. Если посмотрите и график, и отчетность, Лроса каждые два года заполняет склады, потому что нет спроса или упала цена. Каждые два года она распродает свой склад, получая отличный результат, отличный FICFI и платит очень высокие дивиденды. Поэтому если рассматривать с этой точки зрения, то где-нибудь уровень там 70 и ниже, мне кажется, это какая-то интересная история. это, я надеюсь, в следующем году будет дивидендная история. И, в принципе, ее тоже можно держать как дифишку по аналогу, наверное, такой облигация с потенциалом роста тела процентов там 20-30, наверное, может быть, больше в ближайший год-два. Хорошо. Так, если уже конкретно по компаниям, хотелось бы пару поисков задать. По поводу Озона. Это действительно такая очень интересная бумага. Я тут недавно прочитал мнение, оно мне очень понравилось, мне кажется, в точку, по крайней мере, отражает мой взгляд на эту компанию. В общем, мысль такая, что Озон это компания, которая с одной стороны многие могут называть переоцененной с учетом убытков таких хронических компаний, и тут же можно называть сильно недооцененной с учетом серьезных перспектив. В общем, такая палитра различных инвестиционных оценок. Если можно, чуть поподробнее, компания сильно скорректировалась исторически, сейчас также относительно все-таки низов сильно выросла. По текущим ценам, нравится тебе, не нравится, с инвестиционной точки зрения. Второй вопрос по Озону, который я всем задаю, понятно, это частное мнение, но все-таки как смотришь борьба с Viber, как сейчас, ягодки, сможет ли компания догнать этот бизнес, когда по ожиданиям она может стать хотя бы операционно прибыльной. И, наверное, вопрос прямо от меня, не будет ли какого-то момента, когда компания, может быть, израсходует такой риск внутренний сейчас резервы, и встанет вопрос о резком замедлении бизнеса, дабы выходить на какую-то операционную рентабельность, так как все-таки рост пока требует все больше и больше, ну не все больше и больше, но требует денег, то есть компания пока операционно упытащит. Вот такие вопросы по Озону. Ну, смотри, мне кажется, компания все делает правильно, да, сейчас думать о прибыльности, наверное, это дело второе, то есть компания рост, которая там удваивает выручку там год к году, и, наверное, основная задача ее сейчас именно в этом, то есть остальные бизнесы, которые растущие, вспомним, там Яндекс.Такси, и когда ребята хорошо выросли, у нас так же хорошо и выросли цены, то есть здесь я считаю, что это правильно, операционная прибыль, наверное, через год уже можно ожидать вот что-то около нее, мне так кажется, потому что те отчеты, которые они показывают, они становятся, наверное, все-все лучше и лучше, и здесь вопрос уже как, что дальше будет делать компания, я жду, что Яндекс.Маркет потихоньку начнет уходить с рынка, потому что в этот проект заливается такое большое количество денег, но проект не дает ту отдачу и не сопоставим с тем же Вайлбери, с Язоном, поэтому здесь есть момент, что можно паразитировать, когда у маркета начнутся проблемы и, скорее всего, потенциал роста у компании, и мы видим, как онлайн растет и какое у нас проникновение онлайна, если сравнивать с другими развитиями страны, то есть потенциал очень большой есть, и, наверное, в ближайшие года-3 я, как инвестор, был бы рад, если бы мои деньги отдавались мне не дивидендами или я не родил бы за прибыль, которая просто будет какой-то строчкой, а чтобы это все реинвестировалось в развитие бизнеса, мне кажется, здесь потенциал есть очень хороший и мне кажется, компания вернется к своим каким-то максимумам, на которых она была, мне нравится эта компания и вот как раз у Назара был Ариар очень много интересного рассказала про компанию, кому интересно, можно посмотреть, то есть пока мне нравится менеджмент, мне нравится как они смотрят на этот рынок, мне нравится куда они идут и мне нравится то, что они обещают своим инвесторам и самое главное то, что они потом это еще и делают, так что я по текущим, даже по текущим, конечно, хочется всегда купить дешевле, но если говорить про какое-то среднее долгосрочное владение этими акциями, мне от компании и по текущим в принципе достаточно симпатично. Хорошо, да, потому что тоже некая обратная связь, мы долго, это одна из компаний, на которой мы долго размышляли и в общем скорее сдерживались, но вот действительно последний отчет показывает на то, что компания может достаточно быстро расти, и при этом издержки контролировать, они все равно тоже растут, но по крайней мере более сдержанными темпами, и это действительно в нас вселило некий оптимизм по поводу этой компании. Хорошо, ну кстати, интересная мысль, если можно, еще пару комментариев по поводу Яндекс.Маркета, то есть кажется, что Яндекс.Маркет как раз в конце прошлого года, в этом году прямо наоборот существенно нарастил именно инвестиции в Яндекс.Маркет. Все-таки ты считаешь, что ну как бы через какое-то недолгое время они скажем, ну, столкнутся жесткой конкуренцией, с невозможностью как бы расти такими темпами и в общем начнут потихонечку закрывать этот проект. То есть у тебя такая ставка, да? Да, здесь смотри, вложения это хорошо, но как знаешь, говорится, работа на 2-4 часа в сутки, а головой. Вот здесь, наверное, такой же момент, то есть они жгут там деньги, а результат он не такой, как у Озона, у Велгерес, да? Есть крупные компании, вот эти, которые показывают лучше результаты, и я думаю, как раз они задавят. И Яндекс.Маркет, мы видим, что происходит там, да? Сейчас и в самой компании, трансформация, я думаю, все это сделает так, что менеджмент откажется от этого проекта в каком-то виде, либо он будет продан. Но это вот мое личное мнение, потому что оно, наверное, основано, сколько мы и в инвесторсреде общаемся, и сколько мы общаемся. Просто с людьми, если сравнивать, сколько людей пользуется Озоном, например, тем же самым Яндекс.Маркетом, ну, это примерно такая же пропасть, такая же, как вот и в бизнесе, как мне кажется. Поэтому здесь я на именно Яндекс.Маркет не смотрю так оптимистично, мне кажется, что это будет один из тех проектов, который не выйдет на хороший уровень. Вот следующий вопрос в эту тему, он как раз уже касается Яндекса. Первый вопрос, как ты в целом смотришь на Яндекс? Ну, опять же, можно обсудить историю с тем, что все-таки иностранная компания, но вот если это за скобками оставить, то есть вначале как сам бизнес хочется поговорить, а потом уже твою оценку этого риска, что является иностранной компанией. И как следствие, вот продолжая предыдущую тему, не считаешь ли ты вообще в целом для Яндекса вот такой риск, например, упереться, знаешь, как бы, ну, как сказать, попытаться все-таки продавить эту историю с онлайн-продажами, еще большими тратами, как следствие отсутствия прибыли, или даже в какой-то момент, может быть, убытки из-за этого, и вот это уже, как сказать, станет скорее не просто каким-то неудавшимся проектом, а на самом деле целой проблемой для Яндекса, как компании в целом. Да, ну смотри, Яндекс мне как бизнес нравится, я его держу и как раз вот покупал, докупал немножко вчера, когда вот эта паника по поводу расконвертов и паника по поводу и нарезов, что сольют компанию, которая большая доля иностранного владения, этого ничего не произошло, Яндекс два дня растет, в принципе, как бизнес классный, что мне не нравится, то, что как раз если открывать отчетность, то вот все такие вот известки типа Яндекс.Маркета и так далее, они тянут компанию на дно, то есть если закрыть все обычные проекты, закрыть все вот эти вот поползновения в какие-то новые стартапы внутри компании развить, это что-то вот мне Сбер напоминает с их экосистемой и так далее, то прибыль очень прилично вырастет, если сосредоточиться только на том, на чем они в основном зарабатывают, то есть на своем поиске, то компания была бы гораздо более эффективна, но я понимаю желание менеджера искать какие-то точки роста новые, это, наверное, похвально, но я говорю, если это все вытянуть, она была бы более эффективна. Что меня смущает? Смущает, с одной стороны смущает, с другой стороны радует, то, что пошли слухи и в принципе наверное они более-менее правдивы, потому что об этом уже многие говорят, что господин Волош хочет забрать часть компании и увезти ее в Израиле, вот как раз он хочет и забрать вот эти вот стартапы. Здесь как раз вопрос цены и вот этого разлада. Если это все пройдет по нормальному адекватному сценарию, то как раз для Яндекса я считаю, что это будет плюс, потому что как раз часть неэффективного, пусть в теории потенциально интересного, но в данный момент не самого перспективного в краткосроке, оно уйдет. Это раз момент. Второй момент мы видим, что Яндекс достаточно, мне кажется, неплохо поменялся как раз на таких более-менее честных паритетных началах с ВК-активами, что говорит о том, что компания смотрит на рынок и свои перспективы достаточно здраво, то есть никакого шапкозакедательства нету, и здесь вопрос только в дальнейшем, то есть какой вектор развития они для себя примут. Они могут действительно сказать, как в свое время было с такси, мы заливаем сюда кучу денег и пока мы не добьемся успеха, мы продолжим сжечь эти деньги. Они могут так, конечно, поступить и с екс-маркетом и продолжить сливать туда деньги, но пока не знаю, пока это очень большой открытый вопрос. Я думаю, что те отчет, которые они показывают и то, что они говорят в презентациях или на каких-то конфколах, встречах, оно говорит о том, что компания пока смотрит адекватно на рынок и без фанатизма относится к каким-то таким историям типа маркета. Но что будет через полгода, когда они отдадут какую-то часть бизнеса, которая у них отнимала время и деньги, тому же Воложу, то у них останется не так много своих внутренних новых бизнесов и они могут запросто такие окей, у нас освободились деньги, которые мы закапывали в тех проектах, давай-ка мы их аккумулируем и зальем в тот же самый Яндекс. Маркет. Вполне это может быть и вполне это может получить. Они могут перекупить каких-то хороших топов, они могут влить большое количество денег в рекламу, развитие и так далее. Вполне и единственное, что меня смущает и почему я сильно не наращиваю позу, это вот как-то в самом начале сказал, у нас чуть ли не три четверти это иностранцы в бумаге и даже дружественные, среди дружественных это максимальная доля на нашем рынке 12% дружественных даже стран сидят в Яндексе. Следующий по процентам, если не брать фонды, это у нас по-моему 6%, а дальше там уже 3%, то есть бумага очень популярна как у дружественных иностранцев, так и у недружественных иностранцев. И вот это, конечно, потенциальный какой-то риск, потому что очень большой навес во фрифлоте, именно который находится за обгромом. Что они будут делать, когда всех выпустят и так далее, это, наверное, один из самых больших рисков, которые есть в этой бумаге на данный момент. Но бумага перспективна и интересна, и сейчас, наверное, то, что мы раньше считали одним из минусов Яндекса, то, что эта компания локализована, грубо говоря, в одной стране. Понятно, что у них были какие-то проекты в СНГ, в Турцию они пытались заходить, еще что-то, но основной бизнес это все равно был, без сомнения, в России. И многие сетовали, а как же там экспансия международная и так далее. Сейчас это, наоборот, один из основных плюсов. То есть компания интересна государству, это понятно, почему, то есть поиск, новости и так далее. Это все должно быть контролироваться. И это компания, которая находится в одной стране, развивает бизнес внутри одной страны, и в принципе ее бизнес, если не считать котировки, от геополитики это и не зависит. Поэтому да, действительно хорошая история, мне нравится. хорошо, есть еще много вопросов, но все-таки предлагаю перейти к вопросам слушателей, а если мы успеем, они закончатся, тогда вернусь к своим. Поехали. Василий спрашивает, прокомментируете рост российского фонда рынка в течение месяца? Да, действительно, последние четыре недели, ну, кроме последней, был существенный рост. Опять же, существенный все-таки относительно тех уровней, которые были до этого. Но все-таки рост действительно был. Соответственно, вопрос, начался ли сегодня откат, и когда начнется коррекция? Правда, непонятно, так сказать, коррекция от текущего роста или от полгодового падения. Ну, наверное, все-таки от роста. В общем, как сказать, давай я перефразирую чуть-чуть от себя. Вот это начало роста, это месяц, это все-таки нащупывание дна и дальше, скорее выше, к концу года и в 23-м, или все-таки это такая низко иллюзорный рост, и, скорее всего, мы еще можем протестировать минимальный уровень. Смотри, во-первых, я замечу очень прикольную и интересную штуку, которую я заметил сегодня неожиданно, она прям очень ярко, можете открыть график и можете открыть график индекса S&P 500, которые были до этого наложить индекс ММВБ. То есть у нас индекс S&P 500 на 2-3% падал не раз. Наш рынок это полностью игнорировал, но откройте сегодняшний день, да, у нас индекс 15-30 после опубликования инфляции в Америке рухнул вслед за Америкой, ну, как относительно рухнул, среагировал, давайте назовем это так, Америка рухнула на 3%, а мы среагировали. И это как раз произошло впервые и после того момента, как пустили и нарезав на наш рынок. Я понимаю, что недружественные даже с русскими паспортами ограничены 50 с лишним бумагами, дружественные 8, но все равно вот этот вот перелом и тенденция, которая была много лет подряд до этого, она вот потихоньку вернулась. Это вот просто как интересное наблюдение. Рост последнего месяца, ну, давайте будем честны, в это очень много заложил Газпром. Да, когда он объявил о своих дивидендах, все-таки большой вес имеет Газпром в индексе, поэтому он поспособствовал. Второй момент, у нас индексы упал. Опять-таки, давайте вспоминать, на чем, когда мы ушли в район 2050, и бились там, это было как раз на новостях о том, что Набиулина говорила и ЦБ, что скоро мы выпустим нерезидентов в рынок. И как раз на этих новостях мы стали падать. Первый рост у нас случился, когда вышли и сказали, что мы недружественных в августе, это было, мы недружественных перенесем на полгода. После этого начался рост, мы там ушли в 2,200-2,250 и там опять стали болтаться, потом вышел Газпром. И Газпром объявляет дивы. Газпром, надо говорить не только о том, что у него большой вес в индексе, а то, что это еще индикатор рынка. И здесь очень многие переложили вот эту историю с дивидендами с Газпромом еще и в историю дивидендов в Роснефти, в Лукойле и так далее. То есть, что раз уж Газпром дает да еще впервые промежуточные дивиденды, о которых они говорили, никогда не будет, то Роснефть, которая там давала дивиденды, почему бы ей не дать? Это тоже очень большие деньги, которые придут на рынок и потенциал роста, потому что чаще всего дивиденды все-таки реинвестируют в рынок. То, что Лукойл, который приостановил дивиденды, в принципе, может дать. То есть, это был такой позитивный сигнал. Вот, наверное, за счет этого мы выросли. И теперь, я думаю, что у нас мы будем одним глазком поглядывать на американский рынок, но в принципе про коррекцию или там дальнейший рост можно будет говорить только 30-го числа, когда, через 2,5 недели, когда на ВОСа либо проголосуют за дивиденды, либо проголосуют против дивидендов. Тогда будет понятно. То есть, мы понимаем, что и Газпром спекулятивно взлетит, и главное, люди еще раз заложат, что когда на рынок придет вот эта дивидендная лавина, это будут еще реинвестированные деньги, а значит, ну там, можно подкупать какие-то бумаги. Ну, во втором случае, я думаю, многие понимают, что произойдет с рынком. Так что я бы до этого момента не искал бы каких-то спекулятивных историй, коррекции, некоррекции. Потому что если рынок даже сейчас ввлет в какую-то коррекцию, то 30 число может перечеркнуть весь теханализ и вообще всю логику рынка. Так что здесь, я думаю, мы сейчас на тех уровнях, где будет такой более-менее узкий боковичок до этого числа. То есть, если смотреть, опять-таки график открыть, мы фактически там 5 месяцев болтались на одном примерно плюс-минус уровне, и у нас ничего не происходило, никакие новости нас не будоражили. Здесь, я вот думаю, будет происходить в ближайшие пару недель то же самое. Хорошо. Давай вовлеку тебя вот в эту сложную тему аналитических предсказаний. Скажи, пожалуйста, если есть правильное мнение, можешь отказаться? Своё мнение по поводу всё-таки утвердят по Газпрому дивиденды или нет? Смотри, я в эту угадайку уже сыграл, потому что я держу Газпром, но смотри, если брать логику, конечно же, должны дать. То есть, ну, впервые появились с промежуточными, когда они ждали. Наверное, есть логика в том, что вот как раз расконверты произошли и нужные люди получат. логически всё как бы обосновано и можно в это верить. Единственное, что я верил и в июне, что там вероятность отмены 5-10 процентов, я бы сейчас её закладывал даже повыше, в районе 10-20 процентов. То есть, вот это надо помнить без фанатизма и без плечей. Вот, так что, я думаю, скорее всего, да, дадут. Хорошо. В общем, действительно, дата такая символическая будет для российского рынка. Идём дальше. Константин спрашивает, Сергей, почему в вашем портфеле нет имитентов производителей удобрений? Вы не верите в тренд нехватки продовольствия в ближайшие годы? Нет, я не верю в тренд то, что именно кронфосагра будет нужен этому миру. То есть, как я писал в своём блоге, я на прошлой неделе как раз обзор правильного портфеля писал, и там как раз, по-моему, про удобрение тоже было. То есть, у меня логика такая, что да, скорее всего, у нас будет большая проблема с продовольствием, тем более, там, помимо логистических цепочек, помимо, там, геополитических, нам ещё докинулась засуха, и это действительно большая будет проблема. Плюс проблема то, что энергия стала очень дорогой, а в удобрениях это всё-таки очень большой кост. И для наших производителей всё очень хорошо. Здесь очень большой вопрос, смогут ли они на внешний рынок поставлять в том количестве, которым они захотят. Всё-таки это такая стратегическая история, и я вижу, что в ней есть политический риск, это раз. Во-вторых, мне не нравится курс доллара, это два. И мне не нравится рост на сто процентов, и текущие цены это три. Наверное, вот поэтому у меня нет этих бумаг. Мне кажется, что какого-то от текущих потенциала роста немного. Окей, давай я от себя тоже скажу, потому что у нас наше мнение такое аналитическое скорее вот на третий пункт в первую очередь это высокие цены. То есть надо понимать, опять же, с нашей точки зрения, что если взять более длинный такой интервал времени, то сырьевые товары они цикличны. Все-таки напомню, нефть там и 140 была, потом какие-то совсем смешные и там ниже 30, или я не помню, может и 20 заходило. Напомню, фьючерс вообще отрицательные были. Вот. И сейчас уже там 100 плюс. То есть видите, какая очень высокая волатильность. И каждый раз есть вот эта история, что при росте цен кажется, что вот эта динамика будет продолжаться. Но история показывает, что высокие цены, так или иначе, вопрос времени приводит все-таки к увеличению производства действительно компании. Не только российские, но и другие производители удобрений сейчас имеют высокие прибыли. Наверняка кто-то решает увеличивать производство. Это в какой-то момент может привести к некому периоду снижения цен. И сейчас это явно в ценах не заложено. Заложен некий продолжение роста или даже текущие цены. И какого-то апсайда мы тоже не видим. Поэтому, например, с нашей точки зрения, в первую очередь цену. Цены акции сейчас в полной мере на наш взгляд учитывают высокие доходы компании. А вот потенциал роста скорее имеет на наш взгляд меньший перспектив нежели снижение. Потому что исторически цены очень высоки. Понятно, там, правда, история с газом тоже влияет. Но все-таки. Следующий вопрос от Артема. Расскажите, пожалуйста, про прогнозы, если они есть. На третий квартал, ну или, может быть, до конца года, таким более широкими мазками, по продовольственному ритейлу. Магнит, Белуги, Белуги, Фикс Прайс. Будет ли рост выручки год-году? Сложно сказать. Больше да, чем нет. То есть, бизнесы растут, бизнесы развиваются. Белугу, я бы, наверное, вообще смотрел отдельно. Мне она не нравится, потому что она очень любима всякими телеграм-каналами, которые любят ее погонять в разные стороны. Поэтому не очень нравится с этой точки зрения компания, как бизнес, да, неплохо, и лабы. Если про монстров говорить, то да, мне кажется, что они продолжат увеличивать и выручку, и прибыль. Если говорить про какой-то более дальний период, то мне, наверное, нравится больше лента, если говорить про долгосрок. Почему? Потому что все планы, которые они озвучили, можете открыть последнюю презентацию, у компании за три года хочет удвоить выручку к 25-му году. И дополнительный плюс, вот мы сегодня много рассуждали про Элберис, Яндекс.Маркет, Озон, да, это самая большая и сильная, наверное, сейчас компания в плане онлайна. То есть, когда Мордашов объединил лутконос и ленту, то здесь вот мне этот бизнес и те планы и перспективы, что они нарисовали, нравится, наверное, в долгосрог побольше. А вот в ближайшие, наверное, полугодия я жду год в год и все-таки какого-то роста. Знаешь, я тебя добавлю, сейчас вспомнил к нам наверное, год уже назад, может, чуть меньше, приходил к компании в видео, они тоже тогда оптимистично рапортовали о, правда, не утроении, удвоении выручки кажется в 25-м году. Вот. И к тому, что, знаешь, планы компании это не всегда еще реальность. Но действительно пожелаем ленте успехов. Что касается вообще ритейла, то, опять же, от себя отвечу, мне кажется, тут очевидно будет рост выручки. По крайней мере, просто за счет инфляции выходят полугодовые данные везде как раз у ритейла в первую очередь выручка растет. Там может снижаться средний чек, объем продаж, но вот в натуральном выражении там как раз история с инфляцией российской помогает увеличивать выручку. Хорошо, идем дальше. Максим, вам особенный добрый вечер, вы наш регулярный слушатель. Много вопросов с вашего позволения, может быть, некоторые пропущу, потому что, например, про нефтегаз, отмечали, вот эти вот по порядку, что не обсуждали. Действительно, Распадскую и Мечу не обсуждали. Вот Максим спрашивает про две компании, какое поднимание. Распадскую Ну, здесь опять, если читать мой обзор, можете зайти, посмотреть и перемотать давно-давно. Да, Распадскую у меня уже шесть лет, причем там были разные моменты. Я и жалобы в ЦБ, вот самую большую, в России подал на них и дружим и с тех пор. И нравится мне компания, мне нравится бизнес. То есть Распадскую я люблю очень давно и мне нравится то, что они сейчас сделали. Да, они не уплатили дивиденды, но давайте будем объективны. Какой смысл платить дивиденды, если у тебя на счетах Ц зависнет 94% всех выплаченных денег. То есть у тебя мажор не получает примерно ничего, миноритарии что-то получают, но у тебя из бизнеса уходит огромное количество денег. И противность счетов Ц еще была в том, что даже государство их не может использовать. То есть это просто выкинутые деньги, как из бизнеса компании, так и вообще из экономики страны. И достаточно логично, что компания не выплатила дивиденды. Но что классно они сделали, можно назвать это шортом своего долга, то есть они взяли долг по одному курсу и они закрыли весь долг процентов на 15 или 20 по курсу ниже. То есть они что-то там в районе 55-60 закрывали долг взятый 60-м с плюсом под 70. Это было классно. Все у компании большое количество, как большое относительно других, у них появился кэш. Да, отчет, который они выдали, он был не самый лучший в плане того, что ожидали многие аналитики, но действительно очень хороший отчет на уровне второго полугодия прошлого года по прибыли. Скорее всего, второе, ну, совершенно точно, второе полугодие будет гораздо хуже, потому что цены на нашем рынке очень сильно упали внутренним. Но что порадовало, то, что на ConfCole они сказали, что в отличие от энергоуглей других компаний, компания Распадская не имеет странового дисконта. То есть те выстроенные партнерские отношения, они сказали, позволяют нам продавать по тем ценам, которые были раньше. Мы говорим про Китай в основном. Поэтому это радует. То есть за второе полугодие все равно будет очень хороший отчет. Бизнес достаточно крепкий, даже если цикл развернется и все упадет, компания будет себя чувствовать достаточно комфортно. Что как драйверами вижу, ближайшие полугодия драйверов Распадских точно нету, потому что надо ждать. Наверное отчет будет драйвером и дальше всевозможные МНД истории. То есть это может быть редмицелляция, может быть они часть денег направят на покупку какой-нибудь компании. С другой стороны они говорили примерно даже год назад, два года назад, что да мы не против. Вопрос кого купить. То, что нам предлагают и там тот же самый сибуголь и то, что есть рядом, это те же самые угли, которые есть у нас марки, они нам не нужны. То есть нам нужен качественный рост бизнеса, здесь просто у нас будет больше угля, который нам, грубо говоря, у нас и так есть излишки. Наверное, может быть байбэк, это вообще, мне кажется, самая лучшая была бы история. и возможен, конечно же, выкуп. Вот, то есть вот только эти истории могут подвинуть Распадскую выше. Текущие котировки мы видим, они там болтаются и какой-то динамики наверное ждать в ближайшее время не будет, но нет смысла, потому что ничего особо не происходит в компании. Если брать Мечелл. Мечелл мне тоже очень нравится, но он стал нравится не так давно, когда там особенно рухнул, докупал я его. Почему? Высокие цены на уголь за прошлый год, за первый квартал говорит о том, что в Мечеле в обоих Мечеллах появилось две разные истории. В Мечеле Префа это потенциальная история выплаты высоких дивидендов в этом году. В этом году не выплатили дивиденды, это было немного неожиданным для некоторых, но достаточно тоже логично, потому что половина денег также запряла. И проблема с АСЧА. То есть компания на текущий момент, наверное, даже с учетом хорошего этого года, в следующем году сможет поплатить в районе 30-40 рублей всего дивидендов, ну как всего, относительно текущих котировок, это потрясающие дивиденды. и наверное дальнейшая перспектива, что компания сможет платить достаточно высокие дивиденды и сейчас поправят. С другой стороны это Мечел обычка. Там история достаточно простая. Опять-таки, если мы не видели отчета, вот самая большая противная история, то что я думаю бумаги бы стояли сильно выше, если мы видели отчет. Главный вопрос в этом отчете был какой? У Мечел в отличие от Распадской огромный долг, но он в основном номинирован в евро. И вот они не выплатили дивиденды. Что они сделали с ними? Там дивиденды, напомню, там огромное количество денег в плане того, что это было на тот момент чуть ли не треть капитализации компании. Вот что они сделали с этими деньгами? Если они их пустили на погашение долга, да еще и по низкому курсу, то мы увидим отличное гашение долга чистого и переоценка должна быть там чуть ли не кратной от текущих. Но здесь такой же момент, как и с Распадской. В ближайшее время отчет не планируется. В лучшем случае мы увидим годовые. Это апрель-май. Если мы дождемся апреля-мая и цены, и мы не увидим какой-то большой рецессии, какого-то большого падения цен на уголь, то я думаю компания сможет показать отчет и компания сможет подумать о том, как же мажор может получить эти дивиденды и как раз Мечел Прев может показать очень хорошую динамику на этих дивидендах, а Мечел Обычка на вот этом гашении долга. то есть я вот писал, что мне кажется, что в текущей ситуации, то есть год назад я держал 70% Прев 30% в Обычку, то сейчас мне кажется с учетом неопределенности в отчете и неопределенности со счастьем дивидендами, то я бы смотрел Мечелы как единую позу 50% Прев 50% Обычки, это вот наверное хорошая такая единая позиция в угле. Хорошо, спасибо большое за действительно подробный ответ. Следующий вопрос от Максима, такой важный не могу пропустить. Второй, третий эшелон. На какую компанию из неочевидных стоит обратить внимание по бизнесу и фундаментал? Знаю вас как приверженцев схожего с моим подходом, поэтому интересно мнение на долгосрок. Ох, вот не люблю такие вопросы, потому что в текущей ситуации это все равно такой очень большой риск. Поэтому здесь что из 2-го, 3-го? Да, наверное, вот сейчас у меня ничего и нету. Ну, то есть второй, третий эшелон у меня есть в Америке. В России 2-го, 3-го у меня наверное нету. Ну, вот есть только ленту считать такой. спрошу тогда две компании меня интересующие. Русская Культура, но все-таки я не первый и Мать и Дитя. Вот две компании. Есть ли кто-то мнение? Если да, смотри, первое, не очень нравится, не нравится отчетность, перспективы, но вот сколько не ее не смотрел, что-то не заходило. Мать и Дитя наверное какое-то время даже был у нас, была у нас с ними встреча. Мне нравится, я ее держу давно. Мне кажется, что перспективный, интересный бизнес и даже по текущим, то есть я покупал ее немного раньше, сильно давно и вот докупал как раз пару-тройку месяцев назад, но по текущим мне кажется, это все равно интересный бизнес, интересный бизнес и перспективный бизнес. Единственное, что конечно при остановке капексов немножко смущает, но они достаточно здраво рассуждают, объясняют, почему они так делают, рассказывают о своих перспективах. Из того, что было важно и важно для многих, то, что у компании нет никаких проблем с оборудованием, с расходниками, с медикаментами, то есть компания полностью укомплектована и риска здесь нету, поэтому мать и дитя мне нравится. Наверное, мне еще нравится, тоже назовем третьим эшелоном, это EMC. Вот это тоже бумага, правда, из того же сектора, но тоже очень неплохая отчетность, тоже, мне кажется, неплохие перспективы, вот на нее бы тоже обратил внимание. Знаешь, с EMC есть такая неприятная для них история, это в том, что они к нам тоже приходили в эфир и говорили, действительно, тогда это казалось как неким преимуществом, фиксация цен в евро на свои услуги, привязанная к евро, вот, понятно, что расчеты в рублях проходят, но просто при текущем курсе евро в целом, даже к доллару и к рублю в частности, это уже совсем, совсем другие цены. Да, но смотри, Андрей, я бы здесь сказал наоборот, что вот это бы я как раз добавил бы как позитив и драйвер для этой компании. Я думаю, никто не будет особо спорить, что вряд ли там через год курс евро будет такой, а не выше. И мне кажется, как раз ослабление рубля к корзине валют, это будет дополнительная прибыль для EMC. Я как раз считаю, что это один из драйверов для роста компании. Да, сейчас согласен, но я тогда действительно это казалось преимуществом, а в итоге получилось не совсем так. Ну, окей. Так, у нас немного времени остается, может быть, чуть покороче, хотелось бы еще несколько имитентов обсудить. Вот слушатели спрашивают, Максим, от вас последний вопрос тогда по полюсу. Меня тоже компания интересует, мы сейчас чуть анонсируем, пересмотрели взглядную компанию, ну, наверное, как-то другому эфирю скажу. Хочется поведение услышать. Смотри, мне вообще не нравится золото и серебро, мне кажется, что вот эти ожидания, что золото сильно вырастет, они переоценимы, и 2000 мы не увидим, а то, что золото это какой-то стандарт, и при кризисе все бегут в золото, я напомню вам март 2020 года, когда золото на ковиде летело вниз с таким же свистом, как и все остальное. И те котировки, если вы посмотрите за 10 лет, то есть многие начинают манипулировать, как недавно мне в каком-то брокере сказали, вот динамика за 50, Тинькофф мне это сказал, динамика золота за 50 лет, она вот 76 года, вот она прям замечательная, посмотрите, последние 10 лет, она проигрывает остальным бенчмаркам, но только в путь, поэтому я не вижу особо перспективы в золото, поэтому вот такие большие компании, у которых нет каких-то драйверов прям серьезных, либо увеличить добычу, либо какой-каких ему МНД что-то такое, ну, я вот не смотрю, если интересен этот сектор, я бы смотрел как раз международные компании, потому что как раз в международных компаниях есть история, где происходит сейчас влияние поглощения и как раз увеличивают эффективность за счет этого и вот там есть какие-то драйверы, а здесь, наверное, мне кажется, один из драйверов это банальное ослабление рубля, то есть какой-то глобальной перспективы я, наверное, не вижу, неинтересно мне. Понял. Так, Global Trans и дальневосточный морковый пароход, в общем, DWMP. DWMP. Неплохо, обе компании неплохо, DWMP неплох в чем? Мы понимаем, куда сейчас идет переориентация всей нашей страны. От этого как раз выиграет бизнес DWMP. Очень неплохо, очень неплохо и, наверное, можно назвать недокомпанией роста с перспективами. Global Trans, наверное, больше консервативная история и, наверное, такая прокси больше на дивиденды. они там условно в долларах. Неплохо, интересно, очень давно держу просто как такую дифишку. Но каких-то вот перспектив роста я бы здесь не наблюдал. То есть, наверное, я бы сейчас посмотрел больше бы в сторону как раз DWMP. Так, еще две компании. Это Черкизова. Давай с ней начнем. Твое мнение. Нет, мнение. Смотрел, ничего не зацепило, не понимаю, почему она должна там сильно переоцениться. Хорошо. И нашумевший такой, наша звездочка, мне кажется, на российском рынке компания позитив. Более, да, потрясающая компания. Как говорится, ты откроешь холодильник, а там сидят топы позитивы и рассказывают о перспективах компании. Много их стало, очень много, везде они рассказывают о перспективах. Так как я из сектора, и мы общались и с Касперским, и в том числе с Позитивом. Смотрите, какая история. В этом году они говорят, мы кратно вырастим. Делают какую-то проксю о будущей периоды. В чем, наверное, сложности опасны. Во-первых, это не так большой бизнес, если брать по выручке, то есть в этом тоже есть риск. В чем компании очень сильно повезло, то, что ушли многие иностранные компании, и они начали занимать их ниши. Но на это поле начал приходить в том числе Касперский. Они начали все больше конкурировать. до этого они конкурировали за маленький кусочек бизнеса. Сейчас эта конкуренция растет. Это раз. Второе, уже с этого квартала начали вот эти иностранные компании возвращаться в виде параллельного импорта. И если вдруг что-то случится, то некоторые компании могут вернуться уже как полноценно с представительствой. Это вот риски. То есть на этот год это будет примерно удвоение бизнеса. И здесь вопрос а что будет в следующем году? Сейчас у нас происходит рост с низкой базы. Просто взяли и съели доли ушедших компаний. А на чем дальше расти уже не с такой низкой базы. Бизнес удвоился и как дальше расти выручку. Здесь уже большой вопрос. Компания рассказывает, что у них много идей, планов. Они зачем-то опять заявили о международной экспансии. Но об этом они говорят очень-очень давно. И я не думаю, что будет какая-то международная экспансия. Чтобы российская кибербезопасная компания вышла, понятно, европейские и другие рынки закрыт, но даже в азиатский, латинскую Америку и так далее, это большая проблематичность с тем штатом, с теми продуктами, которые у них есть. Поэтому я вот здесь критично отношусь по-текущему. То есть если она упадет процентом на 30 ниже, наверное, я не опять задумаюсь. У меня она была, я ее сдал. Покупал только чисто спекулятивно под отчет, потому что он будет хорош, это было логично. А вот именно дальнейшие перспективы, мне кажется, что они пока неоднозначны. С другой стороны, здесь можно сказать так, что если вы хотите, а этот сектор безусловно перспективен во всем мире, если вы хотите иметь какой-то прокси на вообще российский IT, у вас выбор из IT компании здесь сильно ограничен. И это может продолжить поддерживать котировки. Хорошо. Спасибо тебе большое. Кратенько тут отвечу на вопрос Ирины. Спрашивает начинающий инвестор, где получится. Ирина, если вы спрашиваете нас, то как раз мы сейчас переструктурируем курс для начинающих инвесторов. К сожалению, сейчас что-то конкретно предложить не можем, но оставайтесь с нами, будьте нашим подписчиком, в ближайшее время и вам предложим возможность подтянуть ваши знания и быть с нами на одной волне и рассуждать о перспективах и привлекательности компании. На этом все. Сергей, тебе большое спасибо за подробные ответы, пробежались практически по всему рынку, надеюсь, много полезного изучили, рассмотрели. Скажи, пожалуйста, в конце, в общем, твой взгляд может быть на перспективы рынка на полгода, на год, на три, в общем, на какой-то тот срок, на который ты считаешь сейчас стоит фокусироваться. И вот на этом сроке какие, на твой взгляд, ожидания от рынка? Знаешь, я вот стал писать последние полгода примерно одну и ту же самую фразу, что, ребят, сейчас на рынке давайте возьмем такой золотой стандарт, как считается, 25% годовых. Если их посчитать за три года, то это удвоение компаний. Я сейчас считаю абсолютно серьезно, что у нас достаточно компаний, как мы уже сегодня говорили, о некоторых, аля Сбербанк и так далее, что эти компании вполне могут удвоиться за три года, даже, наверное, больше. Я бы сейчас смотрел именно на этот срок, потому что та диаполитическая ситуация, которая есть сейчас, та неопределенность с рецессией, та мировая нестабильность со всякими ставками на логистику и так далее, я бы не смотрел на наш рынок каждый день и, наверное, даже чуть ли не каждую неделю. То есть горизонт инвестирования, ну, хотя бы сделайте усилия и растяните хотя бы на квартал полгода. А лучше смотреть, конечно, год с плюс, потому что количество неопределенностей, которые есть сейчас на рынке, очень сложно заложить в свои прогнозы достаточно качественно. Вот, наверное, так. Хорошо. Спасибо тебе большое еще раз. Всем слушателям хорошего вечера и напомню, следующий эфир у нас в четверг. Всего доброго и до свидания. Счастливо всем. Пока.